Всем привет! Я об этом уже кратко рассказывал на своем телеграм-канале, и вот появилось время, чтобы подробнее поведать на ютубе. Я завершил работу над уже 11-й редакцией своей исторической краеведческой книги «Ересь о Киеве». Книга объемом более 2000 страниц, вы не ослышались, выложена в сеть в свободном доступе для скачивания в формате PDF. Ссылку даю в описании к видео, равно как реквизиты для донатов, которым буду рад, ибо они позволят мне уделить о работе над следующей редакцией книги больше времени, ибо это очень трудоемкий проект. Я не раз собирался рассказать об Ересе на ютубе, но все откладывал, ибо не мог сообразить, как обозреть такое огромное количество тем, затронутых в книге. Если подробно, то для формата ютуба это будет громоздко и скучно. Сжато? Тогда получится ни о чем. Я и теперь не понимаю, как это сделать, но попробую. Ересь о Киеве затрагивает вопросы, большей частью относящиеся к малоисследованным страницам истории Киева, или же наоборот, хорошо исследованным учеными, но, как я выяснил, выводы науки были ошибочны, из-за следования общепринятому направлению. Пройдусь по частям и главам Ереси о Киеве, сделаю эдакий обзор. Первая часть называется «Колебание основ» и начинается автобиографически с главы про Зверинец, район, где я родился и где жил, когда история и краеведение меня не интересовали, хотя рядом были буквально летописные урочища. Я гулял по ним и не задумывался. Вот многие историки, которые изучают Киевскую Русь в великокняжеские времена, многие изучают и изучали это чисто кабинетно, иногда наведываясь в предмет изучения. А мне повезло родиться и жить там, про что говорят летописи. Стоит вам погрузиться поглубже в краеведение Киева, вы автоматически погружаетесь в историю Киевской Руси. И вот я буквально могу пойти и посмотреть, где происходили летописные события, постоять, рассмотреть со всех сторон, пусть и по прошествии многих веков. В первой главе про зверинец очень много места уделено загадочным зверинецким пещерам, которые являются лишь исследованной частью лабиринта пещер, пронизывающего весь зверинецкий холм. То бишь под ботаническим садом и в его склонах поныне существует сеть пещер. С обнаружением же зверинецких пещер, этой части общего массива пещер, связана поистине паранормальная история. И это предваряет устойчивую составляющую книги, составляющую чудесного. То, что отбрасывается учеными как легендарный слой. Но у меня нет оснований его отбрасывать. Я рассматриваю его как одно из свойств мироздания. Итак, зверинец, его пещеры, загадка, почему они оставались засыпанными на протяжении большого времени, находка в них странной иконы. Все это уместилось в одной главе, объемом, впрочем, с брошюру. Далее я рассматриваю списки, то есть варианты старейшей, дошедшей до нас летописи, повести временных лет. Варианты развития истории, которые были отброшены историками. Историки выбрали определенный сюжет и закрыли глаза на его варианты. Например, по некоторым спискам, кроме основателей Киева, братьев Киева, Харива и Щека, до сестры их Лыбеди, есть вторая сестра, Ляминь. Вы что-то слышали про Ляминь? Есть списки, в которых те же братья не местные князья славян полянского рода, но разбойники из Новгорода. Выдержки из крамольных списков я буду сталкивать со списками, принятыми наукой как истинные. Но вскоре окажется, что и общепринятые списки содержат в себе противоречия и муть, как только мы начнем разбирать их на атомы. Мы не будем пользоваться переводами со старославянского, Лихачева и Творогова, мы будем читать подлинники. В следующей главе первой части, так говорят летописи, содержится мини-диссертация на тему, что Кирилл и Мефодий не изобретали славянский алфавит, и что источники говорят совсем о другом. Братья сделали перевод христианских священных книг, пользуясь уже существующей славянской письменностью. И более того, начальный такой перевод Евангелия и Псалтера был обретен Константином в уже готовом виде, в Корсуне. Я буду цитировать давние источники, в которых все это говорится прямым текстом. Далее я обращаю свой не меч карающий, но око пристальное на хронологию, систему датировок летописных событий, совершенно не затрагивая модную нынче новую хронологию Фоменко и Носовского. Но я на примерах показываю, сколь современная хронология является договорняком между учеными. И восстановление истинной хроники событий становится все более невозможным по мере отдаленности от нас документированных событий. Применительно же к повести временных лет я выделяю в ней три слоя летосчисления. Ввожу свою терминологию. Самый давний такой слой называют царским, когда события датируются годом от начала правления такого-то императора Византии, либо русского князя. Второй слой расписной из росписи в летописи в виде временных отрезков. Сколько лет прошло от библейского сотворения мира до потопа, от потопа до Авраама, от Авраама до исхода Моисея. Так летописец добирается до рождения Иисуса Христа, а далее до василевцев в Византии и, наконец, наших князей. Сложив годы каждого из этих отрезков, мы получим год начала правления вещего Олега от сотворения мира. Беда в том, что отрезки в разных вариантах летописи разные. Сообразно с этим и год начала правления Олега тоже вычисляется разный, но в учебниках об этом не пишут. Зачем? Наконец, третий слой. Годовой. Прямое указание лет, прошедших от библейского сотворения мира до событий, указанного в летописи. В летописях присутствуют все три слоя, однако появились они в списках не одновременно, а последовательно. Не весь через сколько лет, по мере необходимости, для упрощения понимания счета лет и привязки к нему событий, а может по иным причинам. Первая часть ереси о Киеве не зря названа колебанием основ, ибо я показываю ошибки в установленных основах. И от хронологии перебираюсь к тому, что скифами, современники скифов считали славян, вопреки нашим современным ученым. И так на каждом шагу при помощи источников я опровергаю то, что принято считать, заодно вводя множество вопросов, требующих решения. Что представляла собой летописная Почайна, самостоятельная ли река, либо рукав Днепра, как она менялась с течением лет, какие имела притоки, оказывающие на нее влияние. Каким образом почти в самом центре Киева сад Кучинского мог иметь дурную славу, как место сбора ведьм. Совпадал ли он с летописным чертовым беременщем? Где около Андреевского спуска находится гора Клинец? А знаете, какую гору называли Воловней и что там интересного? Довольно плавно, двигаясь по сотням страниц только первой части, мы путешествуем по Киевским горам и Удольям, узнаем их текущие и прежние названия. Мы натыкаемся на факт, что гору, которую ныне именуют Юрковицей, прежде называли Лысой. Да, на протяжении всей книги я скрупулезно описываю все Лысые горы Киева, как правобережные, так и левобережные. Для хардкорных краеведов будет любопытно узнать, что даже возле речки Мокрой при Кучмином Яру была своя Лысая гора. Часть про колебания основ вводит также модель, которая будет доказываться в последующих частях, что летописный город Киев, общая для правящих братьев Киев, Харива и Щека крепость, располагался не условно говоря наверху у фуникулера, но как раз на той горе, что сейчас подписано на картах, как Юрковица. И на это указывает очень многое, но завершается первая часть главой про капище волоса. И сходной темой будет завершена вся книга. Я намеренно закончил ее тем же, с чего начал. Вторая часть книги называется Кирилловские высоты. В ней мы изучим каждый метр этой удивительной местности, копая вглубь веков. Какой раньше была Лысая гора на Кирилловских высотах? Сколь оправданно урочище Юрковица носит свое название? Где протекал Иорданский ручей? Можно ли в наше время увидеть обрыв Кирилловской стоянки? Мрачные места, связанные с делом Бейлиса. Что от них сохранилось? По Кирилловским высотам мы добираемся до следующей части. В логово Змиева на Смородинский спуск к легендарной пещере. Но трактовка связанных с нею легенд будет неожиданной. И оказывается, легенды эти совпадают с другой Змиевой пещерой, что находилась на затопленном ныне острове Перуне на Днепровских порогах. Попутно мы посетим Репяхов и Бабий, Яры, Кирилловскую церковь, а заодно вычислим, где находился летописный копырьев конец. Конечно, вовсе не там, где написано в современных книжках. И после логова Змиева, в следующей части, названной Вольга, мы прыгаем на юг, к Печерску, урочищу Угарскому. Выясняем, что именно там был княжий престол, ну а Угарская связана с Аскольдовой могилой. А она с вещем Олегом. А Олег, вот уж совсем странно, с княгиней Ольгой. И, вероятно, это одна и та же личность, которая чисто летописно разделилась на две. Более того, в скандинавских сагах княгиня Ольга, бабушка князя Владимира по нашим летописям, в сагах предстает женой Владимира. Олег Ольга, или для удобства Вольга, оставляет свой паранормальный след в выбутах на Псковщине, а также на Западной Украине, где на протяжении чуть ли не веков ведет борьбу с мрачным существом по имени Шалудивый Буняк, что отражается в местных преданиях и названиях урочищ. Следующая часть ереси о Киеве «Игра в городки» посвящена Левому берегу, где тоже есть своя Лысая гора, а также священные погребальные земли языческих времен и центр древней металлургии. Попутно будем исследовать Тельбин, речку Дарницу, курганы на Воскресенке, сухие и сторожевые горы, озера Гнилушу и Радужное. Точно определим, где находилось летописное урочище Арадасынь. Кстати, на левом берегу есть свой град Китиш в виде болота Ковпыт. Шестая часть ереси «Лысые горы» могла быть больше, если бы я не рассказывал про разные Лысые горы в других частях книги. Здесь же более общая и известная Лысая гора южнее Зверинца. Прежде Девичь гора. Седьмая часть посвящена странному мнению прошлых веков, что Киев некогда был троей, той самой, воспетой Гомером. А вы знаете, что у Геракла был спутник по имени Кий? Наконец, восьмая часть. Поминки по Киеву завершаются тем же, с чего книга началась, районом Зверинца. И некоторые заданные ранее вопросы решатся именно в последней главе, в районе Выдубицкого монастыря. Что же нового именно в одиннадцатой редакции моей книги? Значительно подверглась правке часть про Кирилловские высоты. Она стала более точной и однозначной, а привлеченные новые источники лишь подтвердили выводы, полученные при использованных ранее источниках. Кроме того, на протяжении всей книги я кое-где заменил иллюстрации на более качественные, отредактировал карты, но дальше части про Кирилловские высоты одиннадцатую редакцию книги я особо не трогал, иначе не успел бы завершить работу в этом году. Скачивайте, читайте, буду рад отзывам в личку.